первый пункт формирования базовой уверенности на что что влияет все пункты которые озвучу они не ранжируются что важнее что неважно что главнее что не главнее они все важны просто перечисляет так как они есть пункт один первый пункт включена включена уверенность базовый я бы сказал тема конфликтов до уверенно защищать себя в словесных конфликтах но на самом деле да это понятно это важно то есть это пункт один относится уметь себя защищать в словесных конфликтах но основа умения защищать себя словесных конфликтах это иметь право голоса то есть иметь право вот это состояние правоты за то что вы опять же повторюсь имеете право защищать себя если вас обижают ноты слова Обижает, конечно, не всем нравится, но давайте по-другому. Кто вас там гнобит, допустим, высмеивает неприятно, продавливает, манипулирует. Вот это состояние, то есть конфликты, это техники. То есть в боксе, вот, например, есть техники, когда вы бьете там двоечку, боковой, да, нижний, апперкот, вот это все. Это техника. Но в боксе, если вы знаете только технику, но внутреннего состояния, уверенности и опыта, что вы справитесь, нет, вы проиграете. Ну, страх, потому что, или у вас есть страх, что вам по голове дадут. То же самое и здесь. Умение конфликтовать равно, то есть помимо того, что вы умеете конфликтовать и знаете технологии конфликтов, вам нужно иметь право. То есть вы, у вас есть внутреннее состояние, что вы имеете право постоять за себя. Есть манипуляции, да, например, когда вы имеете право постоять за себя, кто-то может сказать вам, а почему ты имеешь право? Ну, в смысле, да, ты имеешь право, но тебе показалось, тебя никто тут не ущемляет, никто с тобой ничего не делает. То есть люди включают еще газлайтинг. И вот даже когда включается газлайтинг, кто не знает, что такое газлайтинг, давайте переведу на наш русский язык, вами манипулируют, что вас обижают, а потом говорят, что тебе показалось. Хотя по факту вас реально обижают. Вам затуманивают мозг, мышление ваше, что якобы этого нет. Но на самом деле это есть. Наши итумицы всегда подсказывают нам, что что-то есть. Но когда нам уверенным взглядом, выражением лица и словами говорят, что нет, такого нет, тебе показалось, ты просто иди к психологу, я вообще тебя не ущемляю. Это манипуляция. Так вот, первая базовая уверенность, первый пункт, элемент в уверенности, это что у вас есть внутреннее ощущение правоты, что вы имеете право защищать себя. Все. Если вам кто-то это право запрещает, уверенности у вас не будет. Если кто-то вами манипулирует, говорит, с чего ты вообще взял, что ты можешь себя защищать, нет, уверенности не будет. То есть вот этот элемент, он важный. И без него никак. Все элементы важны по уверенности. Но этот элемент в том числе. То есть нельзя вот какой-то, опять же, элемент откинуть, сказать нет. Нет, все, вот не будет уверенности, все, вот не будет. Что угодно вы можете сделать, но если нет внутренней правоты, защищать себя, ну в том числе можно близких защищать, но в первую очередь мы говорим про себя. Близкие – это тоже как бы вы, да, часть вас, поэтому вы защищаете их, потому что вы защищаете себя. Но суть одна. Внутренней правоты нет. Все. Уверенности базовой не будет. Давайте несколько примеров приведем, чтобы вы понимали, что это такое вообще, да, вот защищать себя. Идет, там, например, парень по улице, видит девушку, подходит к девушке и говорит, «Привет, я хочу с тобой…» Ну, он дружелюбный, он отзывчивый, да, он открыт, он улыбается, он не… Может быть, он напряжен, но волнуется, это нормально, но он открыт для того, чтобы пообщаться с девушкой, да, познакомиться с девушкой. И вот он говорит «Привет!» Ну, подходит, говорит, «Ты мне понравилась, хочу там с тобой познакомиться». Логичная фраза, максимально, то есть он максимально корректен, все нормально. Я привожу пример парня, но можно, кстати, взять пример и девушки, что девушка, например, каким-то образом решила познакомиться с парнем. Это не имеет значения, просто я привожу пример. И девушка в ответ, у нее выражение лица, ну, ладно выражение лица, она грубит ему, она говорит там «Ты что там чепушила?» Или там что-то, ну, какая-то грубость, например, там что там было, допустим, что-нибудь такое. «Я не знакомлюсь, пошел вон отсюда!» Пусть будет вот эта фраза. Без матов, ну, вот такая вот грубая фраза. «Пошел вон отсюда!» Вот такая вот девушка, вот так не повезло парню. Ну, ничего страшного, да, как говорится. И вот здесь очень важный нюанс. Если у парня есть базовое, вот это базовое состояние, ну, или состояние, что я имею право защитить себя, то вот это состояние, вот это состояние он выпускает наружу. И он имеет право защитить себя, когда девушка, ну, вообще не важно, кто это, не важно, что этот человек имеет право защитить себя, проявить себя, да. Но это называется одна из частей, да, уверенности. Но проблема в другом, что есть парни, которые говорят Ничего страшного, ну послала она меня, ну ладно, бывает И такой понурый пошел, а внутри все горит, ему неприятно, ему тяжело И он такой, ну я же не буду опускаться до ее уровня И вообще девушек обижать нельзя, я же мужчина А если я буду обижать девушек, то девушка позовет своего папу А может быть позовет полицейского А вообще сейчас на меня накинутся все Да, поэтому я ничего отвечать не буду Я бы хотел отвечать, но я не буду, потому что боюсь последствий Потому что что-то произойдет Хотя он прав Он подошел к девушке открытой, дружелюбной Если бы она сказала нормально, нет, ну окей Но она сказала это агрессивной манере, неуважительной манере К незнакомому человеку, который к тебе открыт максимально У него есть право защитить себя и постоять за себя Другой вопрос, что он говорит, ну у меня, например, нет энергии, нет сил Не хочу этим заниматься Окей, хорошо, не хочешь, не надо То есть, ну прям, не хочется тратить на это сил Окей, ну право внутреннее, вот это ощущение правоты Есть Тогда уверенность есть И он может использовать этот ресурс внутренней правоты Или нет Ну он не хочет использовать, потому что он экономит свое время Просто разворачивается и уходит Но внутри правота есть И следующая девушка Или там через какое-то время, и у него время есть Он постоит за себя Поставит девушку на место Откроет рот и скажет девушке Ты чё? Ёпта То есть, ну или корректно это может делать Но суть одна Он постоит за себя Внутренняя правота есть А не вот это Я не буду таким, как она Я вообще Нельзя опускаться до их уровня Надо вообще их улюбить и уважать Тогда любить будут тебя Так и никто не говорит, что нужно уничтожать человека Но ощущение внутренней правоты На защиту себя Это состояние должно быть И это является вот одним из элементов базовой уверенности А там потом уже, да, вот это Что у тебя внутренняя правота есть Туда же добавляется уже там Техники по конфликтам включать можно И так далее Это пункт один И еще немножко кратко про этот пункт Расскажу Ко мне вот как раз записываются некоторые ребята Одно дело, что они записываются Говорят, вот ощущения внутренней правоты нет Они это по-разному называют Кто-то говорит, уверенности нет Кто-то там называет, что самооценка Это не важно То есть, ребята хотят исправить это А есть Ребята Это не важно Опять же, по полу Не важно, парни либо девушки Не важно Они пишут, особенно часто Это на ютубе в комментариях пишут Они защищают Вот свое жертвенное поведение Что нельзя ни в коем случае защищать себя Потому что меня отшлепают Ну не меня отшлепают Их отшлепают Либо если я защищаю себя Опять же, это в комментариях часто будет Я буду обезьяна Я превращусь И там у меня там порвался Есть такое выражение У молодежи сейчас порвался называется То есть, вот ты порвался все То есть, если ты проявил себя Свои эмоции Что тебе неприятно Несправедливо И ты защищаешь себя Это значит Ты порвался все Вот это значит Тебя пукан бомбит То есть, тебя уничтожили Унизили А если ты в ответ Ну типа защищаешь себя Все Все, ты проиграл Вот такая сейчас Вот такой мыслительный процесс Запрет на защиту Проявления своих эмоций Когда Что-то с тобой делают Неприятное Вы представляете Запрет это стоит А кто поставил этот запрет? Манипуляторы Токсики Нарциссы Абьюзеры И так далее И так далее Психопаты То есть, они ставят запрет Они манипулируют И парень Либо девушка Уходит И пытается это оправдать Тем, что Ну вот нельзя Потому что Любовь, добро Надо вот это Да, обязательно А внутри клокочет И оп Психосоматика Да, вылазит Продолжение следует... Продолжение следует...